Не ждите меня В натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще, бля, погоду любую Меня вы отыщете тут же Гоняющий круглый полушек На туре, на туре, на туре Я буду сегодня на туре На туре, на туре, на туре Смотрите все это в натуре Всем привет! Сегодня 19 ноября Вечер, 21.30, холода, но мы в тепле В студии передачи о натуре Михаил Меркулов, Максим Киселев Здравствуйте! И сегодня мы поговорим Только о вторых дивизионах Первый Премьер Лигу И Еврокубки оставляем на потом Но сегодня мы задолжали Нашим телезрителям За вторых дивизионов Будет сегодня несколько гостей И первым мы приглашаем в гости Нашего эксперта Романа Каварманова И поговорим о золоте После небольшой паузы Мы возвращаемся в студию К нам присоединяется по второму дивизиону Золотой группе Роман Карманов Или Роман Долженко Как угодно можно называть Наш постоянный эксперт Человек, который знает о туре лиге Все, Роман, приветствую тебя Привет! Привет, Ром! Привет, кулаками не будем, да? Да, не будем Тебе, кстати, больше как самому нравится Ты Долженко или Карманов? Ну, в рамках вот такого Медийного, скажем так Сверху все-таки карманов Карманов, да? Такой творческий псевдоним Ну, давай расскажешь нам Что притаял в кармане Как жена называет? Карманы? Жена называют нежные Карманчик Карманчик Ну, давай, да Поговорим о футбольне Партинчемпионат завершился Давайте сначала посмотрим на турнирную таблицу Просто поглядим на нее, да? В целом, давай сначала ее прокомментируем Ром, с нее, наверное, лучше всего начать? Давайте, давайте, конечно Ну, что у нас получается Чемпион Пахта Которая не проиграла ни одного матча Очки потеряла только в двух играх Это в матче с Кунцево и в последнем туре с Литуал Была хорошая заруба Далее у нас дубль Успенского Который всем известен Много игроков из основы подъезжает И очень хороший рывок Сотворила Литуаль Команда, которая совсем скоро На этой неделе будет отмечать свое 20-летие Заканчивая так вот Можно сказать грандиозную золотую группу Забирая себе бронзовые медали Ну, а далее Кунцево Немного Немного Ребятам Молодым Не хватило До того, чтобы Еще один комплект Медали получить Потому что Напомню, они второе место заняли в дивизионе 2 Ну, здесь буквально Одну очку Литуаля в конце обошла Ту же Людмиле Классика И Вот эту семерку Если мы возьмем Чуть-чуть расширим Диапазон команд Которые напрямую уходят в первую лигу Потому что Дубль Успенского никуда не двигается Новая Москва Замыкает эту семерку Новая Москва Которая месяц назад Ну, а дальше Уже задавать вопросы И давайте обсудим Ну, сейчас мы поговорим Да, давай начнем Наверное С последнего Это центральный матч Второго дивизиона Группа «Золото» Какой матч? Пакта Литуаль Да Этот матч попался Под Попал у нас Под Видеосъемку Здесь 3-3 Ну Вот какой матч Извини, что ты ревел Вот такой матч Надо было мне анонсировать Да Тогда вот От Пакта и Кунцева Еще хорошо бы Пакте Потерять все-таки Очков побольше Да? Чтобы за чемпионство Игра была Да Были такие варианты Или чтобы Литуаль раньше Не растеряла очки Потому что были матчи Где По-хорошему Могли они все-таки Выигрывать Вместо того, чтобы Не досчитать очков Ну Голевая По сравнению с Кунцевой Мы обсуждали уже В передачах И говорили об этом Что Лоббировал ты у нас Тогда Прямой эфир Кунцева Пахта 0-0 Мы тогда чуть Схотически Посмеялись И решили Все Больше Карманов не подпускаем Выбор матчей В результате Сейчас Ну был центральный Действительный 2-го дивизиона И здесь 3-3 Ожидаемо Да Ничья И Голевая Ожидаемо Было Ну Наверное В чем-то Да По крайней мере Команды подходили Мне кажется В равных силах К этому матчу Потому что Пахта Она уже подходила к этой игре В ранге чемпиона Ее уже никто не догонял Литуаль Во-первых была сверхмотивирована Для того чтобы Отвоевать себе второе место Потому что Медику К моменту матча обошел Литуаль Обошли Как раз таки Кунцева Обошел Классика не обошел Да Ну вот получается Медик и Кунцева Литуаль обошли То есть Литуаль оставил Крамере без медали Первый момент Второй момент не секрет Что Сергей Ремчков Ну на самом деле Настраивал свою команду На вот этот матч Ну на хороший такой бой И при этом в интервью мне Он отмечал что В свое время и Пахта была настроена Ну чуть ли не на дерби Такой вот В последнем матче сезона Несмотря на то что Ну получилось так что К сожалению для многих Наверное да Такого золотой индриги Отблеска Играния На силу У Литуале вообще получилось Два матча за выходные Да Это Непосредственно Чемпионат из Пахта И Кубок С Коммунаром С Коммунаром Да Ты еще задал Замычкову вопрос По поводу Вышки И так далее Он сказал что все таки Это были эмоции Я так понимаю Да Он сказал именно так Что это больше было эмоционально Он понимает что В высшей лиге Конечно Команде Было бы невероятно сложно Если каким-то образом Она сейчас туда попала Но что касается первой лиги Ну Получается Литуар попадает у нас напрямую Но опять же По поводу того Захотят ли все Участники команды там играть Тоже еще Но наверное Такой вопрос стоит Чуть ли не у всех Кто получил право Прямого попадания В первую лигу Ну за исключение Наверное Пахты Наверное Кунцева хочет себе попробовать А вот все остальные Кто здесь есть В этой шестерке Получается у нас Медик Литуаль Ну классика наверное Да Классик тоже вернется Но Москва я так понимаю Что тоже Насколько я знаю Литуаль и Медик Они ну как бы в раздуме Скажем так Не буду говорить что там Хочешь не хочешь Хотя Медик Да Мы постоянно говорили А может быть мы повлияли Потому что мы В каждой передаче говорили Что Шамиль не пойдет А тут Шамиль наверное Подзавелся И сказал Что вы вообще взяли Что мы не пойдем Откуда Киселев взял Что мы не пойдем Мы еще ничего не решили Мы еще Все впереди Такой интриг Нет На самом деле Если Медик пойдет Это будет здорово Потому что Медик По-моему Он же в премьерке Играл Да Он и в первой лиге И в первой лиге И в первой лиге И в первой лиге Играл И сейчас Мне кажется Уже перерос Уровень Второго дивизиона И в первой Надо обязательно пробовать Тем более что в том году Медик уже себя обеспечивал Выход В первую лигу Не пошли В этом Мне кажется Что вполне Можно себя пробовать Кстати Литуаль не будем тоже забывать Что вышли И команда играла И даже по-моему На восьмом месте Заканчивал сезон Я тебе скажу больше Что 15 лет назад Когда я пришел И первый мой матч Был За Барса Я два мяча забил На Горюхе Зимой И два головой Литуале забил И с каким выиграли? Ну я не помню Четыре-два И после этого меня оставили А так бы я бы Если бы не Литуаль Не забил бы Неизвестно бы Как сложилась моя Судьба Вот Да И Литуаль Потом И в вышки Поиграла команда И тоже в первой лиге На самом деле Даже дольше она играла Нежели во второй Поэтому Мы все-таки Надеемся Что Медик и Литуаль Так как вот такие Старожилы Наши ЛФЛ Все-таки Поднимутся Поднимутся Наверх Да? Конечно Ну я надеюсь Да Хорошо бы Если бы команда Приняли решение Чтобы оказаться В первой дивизионе Потому что В первой дивизионе Сейчас Ну там Барс допустим Уйдем Команда Которая Я так посмотрел Если В целом Остаются все Достаточно самобытные Интересные команды То есть Что Кого-то будут разрывать Допустим Как пойти из первой В премьер-лигу Да Может быть Но с другой стороны Посмотри сейчас На таблице Первой лиги Практически все команды Кроме Мистерия Ну и Получается Барса Которые вышли из второй лиги По итогу прошлого сезона Все Ну что Две команды Это все равно хорошо Зато две Первые сразу Скаканул Опять же Какими усилиями Тут и Ну Согласен Да Но Мистерия Это же Мистерия Ну В любом случае Это команда Которая вышла из второго дивизиона В первой Ну это Дискуссионный вопрос Пахту Мы еще раз поздравляем С Золотом Заслуженное золото И Вот Кто выбрал пиво Кто пахт Да Точно не я Я стал на Кунцева Макс ты ставил на Кунцева Скромненько промолчал я Ах Ёлки-палки Ёлки-палки Макс Ты ставил на Кунцева 98 А Ливан Ставил на Новую Москву На Новую Москву Как и я Виктор потом Я сказал что пахта будет Капитан пахты Прекоминал это не раз Ну что ты берешь теперь свои слова назад Когда Новая Москва начала отставать Да К сожалению Макс Ну у нас еще вот Будет наверное еще одна передача И на ней придется тебе вручить Черт Ну Вызвать Ливану Вызвать Ливану Да Там уже осетинское пиво Очень вкусное Вместе ее выпьем И с пирогами С пирогами Закусить Просто я почитал Вот Виктора Герасимова Который давал тебе интервью Вот Вот Мне понравилось Как он говорил Все объективно Все вот по делу Действительно Потому что Пахта не Искрила там Какими-то Считами Какой-то Там Футбольной феерии Так скажем Да Не разрывал соперников Но вот Своё дело делало И действительно Вот Мне даже понравилось Сказать про нашу игру Потому что действительно Мы владели инициативой При счете 0-1 Мы не забили пенальти Держали мяч Но Пахта вот По-чемпионским Отметил Два забила То есть Действительно Показатель Ну Класса Того Что Команда По Провознанию На первое место Мы Когда общались с Леденевым Капитаном Фиолоном Мы Сошлись во мнении По стилю игры По сбалансированности Команды Пахта Чем-то Найт Медик 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 Показатель На первое место Поехали Показатель Убил А Показатель В про ритуаль мы говорили, 2-3, как ты думаешь, Ром, принципиально для них? 2-3 место? Да. В золотой группе или уже здесь не имеет значения? Я, конечно, за команду говорить не хочу, но мне кажется, по большому счету, первое место – это первое место. Понятно, что если бы это был золотой матч, это было бы одно. А потом уже, ну, мне кажется, если бы мне сказали, вот твоя команда будет бороться за 2-3 место, ну, в любом случае в медалях это круто. Мне кажется, что такой большой разницы между вторым и третьим местом нет, например, между первым и вторым, и третьим и четвертым. Здесь, естественно, либо ты без медалей, либо ты чемпион, либо ты вот второй и третий, на мой взгляд. Как ребята рассуждать, я не знаю, но, естественно, опять повторюсь, год 20-летия команды, получить медали достоинством выше, чем бронзов, ну, это здорово, тем более в таком сложном сезоне. Тут интересно отметить, что накануне матча Серега в инстаграме выложил следующий пост, что завтра играем с пахтой, да, первое место, и по итогу этого матча мы или вторые, или пятые. Кто мог ожидать? Феникс Раменки, похоже, не знали, что нет вылета, вот, и поэтому зацепили ничью с Кунцева 98, да, неожиданный такой результат. Да, и за счет этого Литуальц в итоге стал не пятый, да, и не второй все-таки, но в итоге стал третий, ну, я считаю, что очень заслуженно, потому что очень крутой рывок Литуальц вышел в золотой группе, были редкие осечки, но в целом такую мощь показывала серьезную, и крупно побеждала, да, и серия у них была победа, и Серега еще вообще обещал разорвать пахту, да, ну, и могли, могли выиграть, так я посмотрел по матчу. Могли, да. Разорвать пахту и выйти в Еврокубке. Да, кстати, могли. Да, да. Ну, пахту я думаю, ждем. Не откажется, да, будет играть, скорее всего, пахта. Да, да, конечно. Эх людей хватает. Первое, третье, мы сказали, вот, Успенская. Дубль занимает второе место. В последнем туре обыграл миф, который миф удивляет, да, наверное? Да, да, как раз-таки в последнем туре Макарана играла с Алани, и на бровке присутствовал Андрей Апостол, Андрей Сергеев, руководитель мифа, и он меня так подпинял, что я мало пишу про миф, хотя вот он вроде бы хорош. Я вот специально сегодня открыл статью последнюю, и там прямо вот я написал, что миф – одно из главных открытий. Да, да, да. Андрей, все есть, читай внимательно. И еще раз поздравляю миф с таким результатом, что дошли до стыков за право выхода в первую лифу. Ну вот. Потому что, опять же, с теми проблемами, с которыми он сталкивался, с недокомплектом игроков в какой-то момент, сколько лет мифу, сколько я знаю апостолу, или какой-то удивительный талант находить молодых ребят, хороших выбирающих. Вот просто, я не знаю, как будто в школу приходят, забирают 20 человек, из них троих отбирают, а остальные отбирают. Но он же какие? Помнишь, Макс приходил на передачу, он же показывал, какие он делает статистики, альбомы. После каждого матча альбомы пересматривают несколько раз, каждую игру анализируют технико-тактические действия. То есть, он на самом деле сумасшедший объем работы. Я думаю, в Москве ему равных нет. И вообще, как он подводит молодые таланты, и в итоге сколько людей. Помнишь, Андрей, кстати, в прошлом году предлагал ввести вот эту систему возмещения командам, у которых забирают готовых игроков на повышение. Потому что миф от этой всей ситуации очень сильнее всех команд пострадал. И вообще, мне кажется, у Андрюхи такой уровень, что его можно тренером Амстердамского вояк составить. Ну вот, Ром, ты, кстати, в своей статье тоже отмечал, размышлял над тем, сможет ли миф еще одну сенсацию сделать, преподнести, обыграть Успенского. Вот 8-4. Что как бы уж не получилось? Это Успенская доехала? Это Успенская. Я думаю, что здесь объективно, когда Успенская приезжает, да каким бы составом он не приехал, он все равно несколько человек это снова есть. Шансы есть, естественно, у любой команды против любого коллектива, но объективно их против Успенского и малого команды. Ну, здесь, в принципе, у Успенского состав был достаточно боевой, неплохой, но вот миф не удалось. Ну, отдадим должность все-таки опорту. Да, конечно, конечно. Еще раз отметим, что подняться в зону стыковую, скажем так, дорогого стоит, опять же, учитывая, какой сложный сезон. И еще раз пользусь случаем, давайте поздравим Андрея с 40-летним. Ну, это было уже примерно месяц назад, но его еще не поздравили. Такие поздравил. Андрей, с недавним юбилеем всего самого доброго. Поздравляем. Присоединяюсь к поздравлениям коллег и двигаемся дальше. Кунцев 98. Команду, на которую ставил я, что может выиграть. В принципе, шла команда достаточно неплохо, уверенно, но вот сама себе буквально в последнем туре немножко подложила мину и сыграла в ничью с Феникс Раменками. 3-3, но был Дмитрий Геннадьевич Калинин очень так раздосадован этим на потере очков, потому что к середине первого тайма, по-моему, Куцева играл в меньшинстве. Играл в меньшинстве, только там к середине подошел восьмой и, опять же, не было, так скажем, костяка основного у этой команды. И из-за этого, я так понимаю, что Феникс Раменки как раз настроились на лидера в тот случай, а когда лидер, скажем, как раз решил, что внизу можно играть спустя рукава. Хотя, опять же, я вот своим ребятам всегда говорю, что это золото и, в принципе, здесь команд уже, которой можно 15 накидать, ну, практически нет. И, таким образом, Феникс Раменки обошли армаду, оставили армаду, получается, на первом месте из команд, которые остались, а Кунцева, да, не дотянули немножко до первой тройки. Мне очень интересно. Я так понимаю, что Кунцева в первую лигу пойдет наверняка, учитывая какой-то адвесозный проект, интересный проект. И мне будет любопытно посмотреть, как вот настолько молодые ребята будут играть, ну, все-таки, на уровне повыше. Потому что, честно говоря, вот, когда мы в трансляции ставили Кунцева с фактой, я до этого вживую Кунцева не видел. Получалось так, что я против них не играл и как-то не пересекались мы с ними по календарю. Я знал, что они молодые, что там много, даже там 16-летних ребят, но я не представлял, что вот они вот прям вот настолько пацаны. И вот, когда видишь их вживую, прям видно, сколько им не хватает. Ну, еще вот, ну, мужикастости такое, мясо такого. Ну, мне кажется, еще ты смотрел матч еще с Пахты, у них еще был более-менее взрослый состав. Ну, с одной стороны, да. Там 40-летний даже ребят есть. С Эльбионом я вот, опять же, смотрел практически весь матч. Мне было тоже интересно, потому что, в принципе, ребята со школы, то есть, как-никак, ну, должны какое-то сопротивление показать. То есть, это там не просто люди со двора. Но, опять же, опять я увидел, что нету основных, нету вот старшего, так скажем, поколения третьего года. Ну, я просто хотел посмотреть, как раз вот примерно, так, вот что вас ждет в первом дивизионе. Ну, примерно мы, наверное, видели это и на фоне Пахты. Пахты, пусть и счет 0-0, но при этом, ну, какие-то моменты у Кунцева возникали в этом матче, вспоминаю, были моменты. Но при этом, в общем, конечно, впечатление было, что Пахта матч контролировала, и вот это вот, ну, во много благодаря тому, что они просто взросли и мощные. Ну, при этом прогноз еще раз давай на первой дивизион у Кунцева. У Кунцева прогноз. В 10-ку попадет. Сколько сейчас команд в первой лиге? 20. Ну, я думаю, что, я бы сказал, в 15 первой. Ну, если будут собираться таким более взрослым составом, то, в принципе, почему нет? Да. В общем, есть тренер, есть возможности там, есть там руководство, которое может обеспечить явку и так далее. Да они в таком возрасте еще растут, как на дрожжах. Да, конечно. Твой брат, например, уже такой мужчина, я уже смотрю, он уже так возмужал, да, они просто очень быстро взрослеют и обкатались во второй линии. Я думаю, да, в 10-ку могут. Вполне. Я смотрю, по последнему туру 0-5 получил Медик. Ну, в смысле победу. То есть, он не играл и он Медика раньше всех завершил. Да, да. Как раз они добрались на вторую турочку времени. Да. Ну, вот четвертая, пятая, пятая позиция. Медик достаточно ровно, да, провел этот чемпионат? Медик провел этот чемпионат, в принципе, наверное, если разбивать по полугодям последние 2-3, даже 3 сезона. Раньше было так, что последние предыдущие 2 сезона Медик полгода играл прям здорово, ровно, выходил в лидеры, там нуль по крайней мере в тройке был, потом происходил какой-то спад. Сейчас этого не было. Я не знаю, может быть, какие-то изменения в команде происходят. Плюс это был длинный сезон, но у всех он немножко там нехарактерный получился. И в золотой группе Медик, как будто бы вот посвежевший, он играл, он играл здорово. Он играл так, как вот в силу Медика. Опять же, мы максимально просто организованы в защите, не поступишься, не забьешь там, я не помню сколько точно, но довольно много у них и сухих матчей, а забивали там свои 2-3-4 мяча, они в каждом матче забивали и благодаря этому. Опять же, они поднимлись довольно высоко, вспоминаю, что стартовали они вместо с 8-го или 6-го, что-то такое. Вместо с 8-го, по-моему, да, в золотой группе. Медик, опять же, ждем, наверное, все-таки в первом дивизионе, еще раз, наверное, скажем. Мы уже говорили, что… То, если не Медик. Мне вот очень бы хотелось именно Медик увидеть в первом дивизионе. Не знаю почему. Может, потому что знаю команду достаточно давно. Конечно, команда с историей. Да, команда с историей. И хотелось бы, чтобы там свои силы они проверили. Но есть для этого возможности? Это же вопрос к Шамиле. Нет, я не о возможности пойти, а вот то, что ты видишь, я имею в виду поигровым. Конечно, конечно. То есть поигровым. Как там получится, я не знаю, но то, что, опять же, повторимся. Ну, если вот так вот по-дворовому сказать, что они могут засушить и какой-то момент свой решить, почему нет. По сути, Медик – это второй СПК «Юг» может быть в первой лиге, да? Ну и, может, не так часто, как СПК «Юг» не сыграешь в ничью. Это однозначно просто рекордсмены. Но вот так же организованно в обороне, мне кажется, Медик вполне может сыграть. И там где-то вот тоже ближе к первой десятке может даже закончить вполне. Кто мог еще вылететь из этих переходных матчей, это классика. Последний матч был со Скифом 3-4. Скиф вообще удивляет Рома. Меня лично, потому что команда идет, я как-нибудь посмотрю, все время где-то серийно и ниже. Но при этом очень добротная команда. Да, мы общались недавно с Валерием Дангулом. Драгунов, да. Прошу прощения, с Валерием Драгуном. Дангулов – это мистерия. Да, да. Созвучили фамилии. Ну и, наверное, на командах, так сказать, похоже? Нет, не похоже. Скиф все-таки, мне кажется, какой-то более силовой опыт был. Мне кажется. Ну, я с тобой, пожалуй, согласен, да. И вот у нас несколько таких команд, мне кажется, было в дивизионе. Первыми на уме приходят Скиф и Цемент. Сейчас мне опять попьяняют, что я люблю Цемент. Но я к ним просто симпатизирую, как коллективу. Не по игровым аспектам, а просто мне приятен коллектив. Почему говорю про Цемент? Потому что они, что другие, могут кого угодно обыграть и проиграть последней команде в таблице. И вот тоже самое, вот Скиф. Они, получается, как Стрит-футуро начали чередовать, победа, поражение. Не важно, с кем они играют. Вот они просто чередовали. Вот удивительная команда. Они могли настроиться и хлопнуть. Макарону, например, обыгрывали. И могли потерять очки, но чуть ли не на ровном месте. И вот, опять же, этот матч с классикой тоже это подтверждает. Три-четыре. Ну что это? Разница в один мяч. Ну да. Получается, что тоненького классика тоже мог очки в этом матче потерять. Да. Но все равно они идут где-то внизу. Для меня, опять же, это вообще парадоксально. Нужно посмотреть, как они играли в 2б, где они там очки набирали. Я не владею сейчас ситуацией, как они играли там. Не исключаю, что, может быть, они там также успешно играли с лидерами, набирали очки, а эти очки потом сгорели. Ну, примерно так же. Команды я поставил. В десятках. Да. Много потеряно было. Десятое место заняли. То есть, в последний момент заскочили в этот поиск, в Золотую Лигу. Но там Валера получил травму, сделал операцию. Сейчас здоровье восстанавливается. Я думаю, это повлияло, потому что он не на всех играх мог присутствовать. А он, как бы, душа этой команды. Еще с тех времен, когда в первой Лиге Скиф играл. Мы, кстати, обратите внимание, сейчас затрагиваем команды. Ну, помимо других, это Медик, Литуаль, Скиф. Эти команды с прошлым не только в первой Лиге, но еще и в высшей Лиге. То есть, это команды с историей. Мы поэтому, наверное, и радеем за эти коллективы. В первую очередь, как все-таки люди, которые еще на Горюхе, на Матвейской. И команды сохраняли атмосферу. Да, это классно, что у нас такие команды остаются. Да. Ну, вот у Скифа действительно такая тенденция прослеживается, что явно у них есть куда прибавлять. То есть, что-то налаживать. Потому что, действительно, если они могут обыграть любую команду, то, значит, если добавить в организации, вот в этом процессе, то они могут и выстрелить, например, в следующем сезоне. Ну, вот одна из достаточно молодых, в самом высоком команде, это классика. Одна из самых играющих. Мы, кстати, так особо не об этом не говорили много. Сколько я не включу, и на второй дивизионном суждать. Вот ты всегда эту фразу говоришь. Классика. Поэтому ты их любишь. Ну, мне нравится. А-ля Мистерия, что-то похожее. Можно даже сравнить по-игровому. Да, играют они так же, как и Мистерия, с креном в атаку. Да, есть воспитанники школ. Есть из Локомотива ребята, есть из ФШМ. Там у них, кстати, парень бомбардиром, по-моему, тоже стал, да? Да, да, да. Вот. То есть, команда очень такая, ну да, вот именно атакующая, да, с креном. Ну, я все время, вот когда про классика, я все время вспоминаю вот их последний тур против Атлантиса в первом дивизионе. Когда Атлантис возили просто. В итоге Атлантис выиграл. Да, да. Я до сих пор в шоке. Мы сидели, мы атлетикой сыграли просто перед ними, да, и сидели на трибунах, закрывали сезон, так сказать, с разливным Столбухина. Вот. И смотрели игру, и вообще не понимали, что происходит. Ну, то есть, вы вообще много видели игр, где Атлантис возят? Давай, ладно, Макс. Я сказал свою фразу. Старый пинг сказал. Давай, Ром, тогда ты что-то новое про классику тогда скажи нам. Ну, что про них новое? Новое пусть они показывают в первой лиге. Куда они, собственно, идут. Да, да. Так, получается, мы все правильно говорим. А ты с нами все согласен? Безусловно, конечно. Одна из самых играющих команд в чемпионате. Одна из самых, опять же, сбалансированных. Да, у них какой-то... Во многом, почему они сейчас оказались, ну, скажем так, на грани. Они... У них был какой-то спад игровой помки в два. Они... Как раз приходил главная передача «Капитан команды». Евгений Кривокин, да. Да, Женя Кривокин приходил. И после этого у них... Не надо, не надо, не надо, Ром, ну что. Вот хорошо, мы... Мачу три подряд... Я тебе точно могу сказать, что Барс тогда в дубль, да, точно из-за тебя. Вот ты мне написал перед пафтой, я тебе ответил. Мы проиграли, да. То есть, я уже это говорил, не знаю, слышал это или нет. То есть, мы... То, что пенальти мы не забили, это все ерунда. То, что мы там владели 90% мячом, и то, что мы били там штангу по полету, это все херня. Виноват Карманов. Понимаешь? Ну, вот так же с тобой обсудили. Так же и вот Семенцы. Почему сыграли ничьи? Потому что я делал интервью и у Литуали Пахта. Потому что я взял и у Капитана Литуали, и у Капитана Пахта сделал интервью. Все, ничьё, пожалуй. Все работает. Я думаю, сейчас Таратов открыл, что он на передачу пришел. Скажется, в следующий сезон пропал. Да почему? Причем? Потому что я пришел. А Макс, например, приходит же на передачу? Нигде. Работает и что? Хотя был наверху. Ну, сейчас поговорим про Атлетика. Давайте еще. Новая Москва с Фиолоном. Вот был интересный матч. И тут Фиолон неожиданно выигрывает. 2-1. Это раз. И второй момент, что, опять же, некоторое время назад Макс Бабенко из Новой Москвы приходил. Когда он приходил, Новая Москва была второй. Да, Макс, по-моему? Второй была. А недели ранее она была первой. Да. Бац. Конец сезона. Седьмые. И у них тоже была первая лига и так далее. Они хотели возвращаться. Раз. Седьмые. Ну, они, наверное, я так понимаю, что возвращаются. Другое дело, что… Притом, что он нам сказал. И там надо-то было набрать, по-моему… Четыре очка. Да, да, да. И они были про футбольные суеверия. Вот, например, кстати, могу сказать, что у Леонида Слуцкого есть одно из подпольных прозвищ «Черная вдова». Команду, куда он приходил, все… ФК Москва. ФК Москва. Дальше Уралан Элистинский. С крыльями Советами, помните, да, что было? Ну, вот ЦСКА. ЦСКА. Пока что. ЦСКА. Это Голландия. Особенно в Голландии. Нет, в Голландии там тоже все было. Да. А Халл Сити тоже пропал с радаров, да? Да. Халл Сити пропал с радаров. Но только ЦСКА вот держит марку. ЦСКА, да. Ну, да. Футболисты все очень суеверные люди, конечно. Поэтому мы часто ищем закономерности в таких вот каких-то мистерических вещах. Да. Так вот, про все-таки Фиолон победу на Новомоскве что скажешь? Ну, во-первых, я думаю, что сегодня страна неожиданная. Да. Потому что Фиолон хорош. Фиолон мы видели много раз и вживую. И двери пересекали с ними на полях. Классные, молодые, бегущие ребята. Если у них настрой, должный сбор, они могут дать бой. Ну, по крайней мере, в золотой группе точно. И не так давно я общался с, ну так, уже довольно давно, месяца два назад с Сергеем Стеблицовым, который на тот момент, как раз, вот только он перешел, по-моему, в аренду в Оландию сам играть. И он отмечал, как раз таки, вот из команды золотой группы, именно Фиолон. Он говорит, вот я эту команду вижу в первой лиге. Фиолон. А человек все-таки в футболе немножко, может быть, немножко, может, и немножко разбирается. Хотя Фиолон-то идет в десятом. Закончил, точнее. Идет уже закончил. Они в десятом месте. Но они тоже начали не так высоко вот эту вот золотую группу. Ну, при этом они попали в стыки. И Фиолон сыграть с Сементом, где, скорее всего, ну, наверное, по футбольному они должны проходить, вот этот вот полуфинал, да, это стыковой. А что касается самого матча, опять же, вспомнил последний результат Новой Москвы. Ну, вот даже не считая матча с Фиолоном, последние четыре тура, три поражения, да? Угу. Ну, вот где-то они доехали, не знаю почему, с чем это связано. Можно вспомнить, что, как они потеряли первые очки в золотой группе, это поражение 1-9 от мифа. Может быть, и вот те три очка сюда сейчас прибавьте, и не важно, как они заканчивали этот чемпионат. Ну, то было бы у них и три поражения, но и были бы они все равно, там, по каким-то третьим или какими. Наверное, три очка больше было бы. Ну, они бы опередили бы Цемент. Они бы опередили... Нет, я про Новую Москву. А, Новую Москву. Да, она бы сейчас, вот плюс три очка, у нее было бы 48 очков, она бы обошла классик тоже самое. Ну, конечно, не на Новую, но все равно. Ну, чисто психологически где-то было бы полегче. Интересный матч в последнем туре был Бородино, сыграл 4-4, как раз с Цементом твоим любимым, который нравится. И мы тоже отмечаем, что Цемент такая непредсказуемая команда. Как-то вот так тих спокойно. Знаешь, играют, мешают этот бетон себе тих спокойно, да. И так где-то вверху идут, там ниже определенной планки, наверное, не падают они. Да, наверное, стабильность года. Да, наверное, можно так сказать. С одной стороны стабильность, с другой не стабильность. Потому что, я еще раз повторюсь, они вот в любой результат можно в любом матче ожидать. По поводу того, что еще отмечает эта команда, такая хорошая самоирония. Они к себе относятся, но они как бы понимают, что да, в футбол, может, они там играют не как в сборной Бразилии, но при этом они классный коллектив. И вот мне запомнился момент, когда я писал статьи, там еще, по-моему, в прошлом сезоне. Команда, ну, как бы свои корни берет в Смолянске, там много игроков именно оттуда. Я их называл Смолянами, бывало, там, в статях. И как-то вот Толя Грак мне пишет, Ром, ты не называли нас Смолянами? Многие у нас все-таки не оттуда и немножко не понимают. Ну, наверное, просто мешки. И вот с тех пор я в своих статьях то и делал этого. С Цементом? Ну, просто мешки. Просто ты сравнился со сборной Бразилии, да? Мне сразу, знаешь, какой матч вспомнился? С Германией. Да, этот матч вспомнился. Ну да, и Цемент же тоже иногда бывает жидким, да. Вот, поэтому… Сейчас на границе. Вот, ну, не сказал. Ну, просто, мне кажется, что вот стабильный, можно Медик назвать команду. Ну, а Цемент не назовешь стабильным. Ну, да. У меня пахнет то же самое Кусова при всей… Ну, не знаю. Вот я как-то посмотрю, в тронетарлю Цемент, они же там… Ну, не опускаются. То же самое было и в 2, да. Они как-то… Я не могу это… Ну, несложно это объяснить. Ну, опять же, когда они играют в 2, ну, в этом сезоне в меньше 7. В прошлом сезоне помогал нападающий Лялин. В этом сезоне он был там, по-моему, в 5, что ли, только у них в матчах. И вот после весны он уже не появлялся, не помогал команде. Да, хороший, очень хороший. Да, да, да. Он у них прям хороший футболист, бомбардир. А остальные там… Вот недавно Толя написал, что у них, если не ошибаюсь, 7 КМС по рукопашному бою в команде. Не знаю, это правда или нет. Ну, понятно, почему любимая у Ромы. Так что у Ромы это команда. Как их не любить? Опасность. Почему ты это сразу не сказал? Мы все любим, с ним. Ну, вот с Бордино 4-4, где, наверное, все держится на плечах Рома Саркесиана. Вот Бордино играло, кстати, с ФКСП недавно в Кубке Запада и очень настрялся на этот матч. Даже вызывали не просто те, кто галочки ставит там плюсы, а те, кто все-таки, так скажем, повыше уровнем, я так понимаю, да, и пытались дать бой. Ну, вот понятно, что уровень немножко другой, но при этом Бордино все-таки ответственно отнеслись. К нему мне понравилось. Но все равно идут внизу турниры таблицы. Хотя Саркесиан может решать вопросы с любой командой во втором дивизионе точно. Опять же, Бордино в этом плане можно сравнить со Скифом. Кстати, вот у них тоже, я тоже в статье отмечал, что они так сериями тоже два матча выиграют, два проиграют, два выиграют, два выиграют. Но суть даже не в этом. Суть в том, что они так же, как Скиф, тоже могли в любом матче выиграть. Когда они могли зажечь Зефиерик, особенно если Роман в центре творил, как бы партнеры его поддерживали, они в классном стиле обыграли Литуаль, они вынесли, опять же, Макарено 3-0 в том матче, в нашем матче. В принципе, если бы она, команда, начала не так низко, они были гораздо ниже. Если не ошибаюсь, они в районе 20-го места начинали вот эту золотую группу, сейчас они закончили 14-ми. То есть, в принципе, можно сказать, что именно вот этот отрезок из 12-13. Я отмечу, да, Ром, улыбайся. Опять новая Москва? Да, опять новая Москва. Нет, мне, не знаю, согласишься? Нет. Все-таки, наверное, Макарено. Вот эти, мне кажется, эмоциональные позывы Тараса, они, мне кажется, сказались и на команде, и на результате. Ну, про эмоциональные позывы. Ты даже в своей статье отметил, что Тарас был так недоволен вот этим переходом, так скажем, из группы «Золотую», что мне кажется, что это сказалось как раз на игре. Ну, я не думаю, что прямо это. Тут такая совокупность факторов. Ну, как это и обычно бывает. Не бывает так, что в 7-100 виноват один. Не бывает так, что вот что-то одно произошло и не так. Объективно, наверное, можно было предполагать, что Макарено немножко поднимется, потому что мы начинали там место с 9-го, по-моему. Мы закончили на 12-м. Да, по-моему, с 9-го мы начинали «Золотую» группу, потому что, опять же, много матчей мы… Хотя вы победители дивизиона А. Довольно много очков потеряли в матчах с командами из верхней части таблицы. Соответственно, очки, которые набрались с командами снизу, сгорели. И вот поэтому Макарено статуало «Золоте» так низко. Но, опять же, мешались некоторые обстоятельства в виде и травм. Линия защиты основная частенько просто ослуха. Потому что два центрального защитника просто сломка. У одного Кристину, у другого еще что-то. Кто-то уехал, опять же, мешалась пандемия. Один парень. Это звучит как оправдание уже. Но факт в том, что, например, линия обороны вся перекошена была. Плюс в какой-то момент где-то у кого-то что-то начало не получаться. И, наверное, реакция команды была на определенные ошибки не совсем верной. Потому что некоторые ошибки ввлекли за собой какую-то нервоность. А это уже, в свою очередь, скакывалось на результатах. Были матчи, где Макарено была близка к тому, чтобы добиться хорошего результата. Ну, как минимум ничьей. Тот же самый даже матч с Успенским, в котором в итоге крупно проиграли. Там 3-7 что-ли. Что-то такое. Там до середины второго тайма счет был. В один-два мяча Макарено отставало. И в целом была равная игра. По большому счету. С Мега-Титаном. Ну, с Мега-Титаном это отдельная история. В целом, ну, отчасти можно сказать, что какая-то эмоциональная составляющая в этой неудаче нет. Ну, вот последний тур завершался у вас матчем с Алани. Ты там тоже так интересно написал про Ливана. Ливан закончил победой. Давай тогда и про Аланию скажем, которая, ты правильно сказал, еще в прошлом году шла на первом месте в первом дивизионе и играла просто великолепно. И вдруг сейчас внизу второго дивизиона. Понятно, что вопрос состава, сбора, но тем не менее. Ну, мне кажется, здесь это по большому счету основа. Ключевой, да? Да. Потому что, ну, опять же, мы вернемся к тому, что вот даже Алания подписала в аренду Стеблецова и еще несколько человек из структуры Фениксов. 99 и 99. И даже это не помогло. Вот на вот этом матче последнем у Алании была одна замена. Ну, как бы, я им помогло. Они же выиграли. Ну, в плане, опять же, явки. Была одна замена, и то там, ну, скажем так, был небольшой уступок со стороны операции. Ну, по факту, да, была одна замена. Помнишь, Лео приходил, он сказал, что, по-моему, в Осетию, да, он прилетел как раз? Из Владикавказа. Из Владикавказа, да. Вот как раз где базируется Алания профессиональная, которая руководит, по-моему, Габулов, насколько я помню. Габулов сейчас зашел туда, может быть, к Спартакову и обозначил, что вот три игроки. Да, Габулов руководитель, да. Там три-четыре игрока, может быть, каких-то поставит, привезет Лёва с собой сюда. И будет жить у Ливана. И будет делать результат, почему нет, собственно говоря. Нужно чем-то жертвовать. Пусть это будет Габулов. Ну, если в ФНЛ 4 человека выскочат до Ливана, то они разорвут. В общем, мы ждали. От Алани мы больше. Наверное, Ливан тоже ждал. И когда он приходил к передачу. Но здесь, наверное, все-таки объективные. И еще на старте второго дивизиона «Б» я с ним общался. Он говорил, что в этом году мы настроены вернуться в первую литру. Но очень далеко команда от этих не шла. Ну и последняя команда «Аверс», наверное, спрошу про нее. Потому что были определенные надежды. И в Летнем Кубке они участвовали, играли достаточно неплохо, симпатичные. И тоже внизу. Это вопрос распределения. И когда из дивизиона выходишь в золотую группу. Но они, насколько я помню, тоже не так высоко стартовали. Но мы ждали большего. Но что-то не получилось. На момент их стартов в золотой группе я их не видел. Я когда общался с представителями других команд, многие говорят, что именно «Аверс» может выстрелить. «Аверс». Я не могу сказать, что как-то неловично, это не самая высокая позиция их результаты. Они где-то брали свои очки, где-то немножко удивляли. Кого-то из команды из верхней части таблицы они выиграли, кого-то покусали. Ну, опять же, насколько я могу судить, в целом, в выступлении золотой группы. Они должны быть довольны. Может быть, не то же довольны, но оно должно считаться нормальным. Давай еще раз посмотрим на турнирную таблицу. Еще раз напомним и поздравим пакту с чемпионством. Успенская вторая. Летуаль третья занимает место. Кунцева недотерпела. И, собственно говоря, с медиком 4-5 по 49 очков. Посмотри, как все рядышком. На прямую, да? Да. Второй, третий по 50. Третья, четвертая, пятая по 49. То есть, вообще, насколько все близко у нас получается. Так как дубли не участвуют. Успенской Барсде мы убираем. То Фиолон и Миф поднимаются. Да. И уже давайте посмотрим календарь, который у нас еще будут. Игры будут в Лужниках. Цемент с Фиолоном. Арсенал с Мифом играют. У Арсенала задача хлопнуть дверью. Хотя, может, еще останутся. Посмотрят. Но Миф может преподнести ситуацию? Сенсация. Ну, он этим занимается в 7 сезонов. Ну, я понимаю. Все-таки одно дело, здесь Арсенал пораженный, такой матерый. Волк, который еще будет мотивирован. Понимаешь, что Арсенал-то мотивирован. Ну, вот здесь опять же вопрос. Как ты говоришь, если они будут уже в доме одной ногой на выход, может быть, они будут не настолько мотивированы. Кто знает. Это с одной стороны. С другой стороны. Ну, а что, Миф не будет мотивирован на то, чтобы выиграть команду первой лиги и зацепиться? Зацепиться. Опять же, если они этого захотят. Ну, согласен. Ну, а без амбиций тоже нельзя. Надо какие-то задачи ставить. Цемент Фиолон давай. Каракенечка. Ну, по-хорошему, Фиолон, на мой взгляд, фаворит в этом матче. И, опять же, они играли в два между собой. 3-1 выиграл Фиолон тогда. И при этом у Цемента тогда еще был Лялин. Он отдал тогда голевой пас. Но Фиолон довольно уверенно победил. Насколько я могу помнить. Поэтому я думаю, что примерно, может быть, даже не повторение. Я сейчас немножко крамальную мысль скажу. Даже не повторение, а же детата. А я думаю, Фиолон выиграет. Даже так, да? И выйдет финал переходного, так скажем, турнира. Опять же, на мой взгляд, у него очень хорошие шансы выиграть. Кто бы не вышел второй команды. Ну, интересно. Интересно. Давайте посмотрим теперь на таблицу бомбардиров. Здесь ее выигрывает Дмитрий Майданюк. Вот, кстати, про таблицу бомбардиров. Вот смотрите. Вот здесь вопрос интересный. Вот сейчас эта старая тема. Которую Тарас поднимал еще. Я уже знаю, к чему Роман Клэй. Ну, смотрите. Вот у нас здесь, получается, у Пахты, например, были одни запятники, у Медика другие. Да? Ну, в рамках золотой группы. То есть, ну, я не говорю, что сильнее и слабее. Неважно абсолютно. Игроки Пахты забивали одним командам, игроки Медика другим. Здесь учитываются только голы, которые забивали в золотой группе. Но не учитываются те голы, которые игроки забивали в два и в два б. Ну, тогда будут разделены бомбардиры второй группы. Ну, мне кажется, в этом плане было бы логично судить так же, как с очками. Если у, ну, условно. Которых забивали золотым командой. А, золотым командой. Да. То есть, те, кто забивал в матчах, очки, за которые сохранили. Ну, возможно, это вопрос дискуссионный. Давай пока вот подведем просто, скажем, да, по факту. Дмитрий Майданюк 22 забитых мяча, Сверидов Пахта 16, Давид Рассоян-Кунцева 98-15. Вот, да, такой. Иванов Сергеев Барс дубль 13. Спасибо Киселеву, потому что он... Это не дубль. Это не дубль. Сколько в последнем матче в первой лиге забил Иванов? Он три... Последние? В чемпионате. В первой лиге. В первой лиге. В первой лиге. Иванов забивает три лица. Игрок Барса дубль. И он за пять минут опять отгрузил Атлетика. И уехал за пять минут. Хотя, честно, я говорю, мы не думали, что мы провести. Не надо, Сереж, не надо забивать. Мы просто думали, что ему по регламенту нельзя забивать. Поэтому... Саркисян на пятом месте. Одиннадцать забитых мячей. Ну, да. Забитых мячей не очень много. Ну, потому что и матчей, собственно, было не так много. И много было упорных. Потому что проходных практически не было. Ассистента. Да. Денис Колбасов. Шестнадцатилетний парень. Напомню. И Давид Рассоян. Кункции 98, 18, 13. Вот как скакнули. Александр Манько. Напомнил нам о себе. Двенадцать передач. Пакта. Нариман Аюбов. Четвертое место. Одиннадцать. Евгений Кривойкин. Классика. И Эмиль Ильясов. Скиф. По одиннадцать передач. Да. Вот здесь, наверное, вот неожиданно для меня видеть двух. Аж двух. Кункции 98. В эссистентах. Ну, они забивали тоже довольно много. Не скажу, что больше всех. Вот в золотой группе. У них были довольно результативные матчи. Ну, а что касается Давида. Он явно у них лидер атак. Я понимаю, что все тандаты тоже на нем. Поэтому. Ну, при этом Дмитрий Калин подчеркивал, что играют они в комбинационный футбол. Вот они. Отсюда большая передача. Разобрали фокусы. Гол плюс пасс. Давид Росаян Кунцев. 98. 28. Такое же количество у Дмитрия Майденюка. Классика. Денис Колбасов. 23. Никита Свидидов. Пахта. 22. И Александр Манько. 21 набранный балл. Гол плюс пасс. В принципе, все бомбардиры ассистенты. У нас... Ивасько. Ритуаль. Антон. Габов. Скиф. И Маназбек. Муратов. Ну, это непосредственно мы подводим итоги золотой группы. Поэтому надо не забывать. Вспомни, что были 2 и 2б. Да. 2б это тоже. Да. Поэтому сезон получился длинный. Полтора года. Полтора года. Да. И вот сейчас наконец-то действительно все устали. Всем нужно набраться сил. отдохнуть. И с новыми силами. Новый сезон. Посвежевшими. Отдохнувшими. Весной. Я надеюсь, что уже без каких-то ограничительных мер. По твоему вопросу, когда ты задал вопрос, что будет по формированию, опять же все решится в феврале. Это вот официальный ответ. Ну, так ближайший, что у нас игровой, это зимний куб. Да. Мы будем играть зимний куб, готовиться. Ну, и я надеюсь, что вот стадионам тоже возможно что получится. Пока тоже в стадии все переговоров, так скажем. Для того, чтобы полноценно, чтобы нас повел свой дом, как на сету. Пока мы время такие бездомные, так скажешь. В какой-то степени, да, хочется. Мы же привыкли. Молодая семья в сильной квартире. Ну, давай, да. Вот более хорошее, когда брал сомнение, как молодая семья моя. Ну, что ж, Роман Карманов сегодня подводил итоги дивизионом второго, золото. Ну, а мы поговорим после паузы о 2Б. После небольшой паузы мы возвращаемся в студию. К нам присоединяется еще один гость, победитель 2-го дивизиона серебряной группы. Представитель команды «Адреналин» Дмитрий Ковенко. Дим, приветствую тебя. Здравствуй, Дим. Добрый вечер. Спасибо, что пришел. Поздравляем мы тебя и твою команду с чемпионством в серебряной группе. Спасибо. Роман Карманов. Какие эмоции? Когда закончился чемпионат, длительный чемпионат, который шел полтора года. Мы сегодня уже говорили с Ромой Кармановым. Какие были эмоции? Наконец-то радость или все-таки усталость, которая накопившаяся, наверное? Тут, наверное, весь комплекс чувства и радость от достигнутого и какое-то облегчение, как груз уже. Душа упала, наконец-то чемпионат закончился. Уже столько сил, нервов, эмоций, все было потрачено. С этими карантинами, перерывами растянулся чемпионат. И слава богу, что все было получше, закончилось. Доиграли. И приятно, конечно, что добились такого результата. Отметили что-то, как-то банкет, поздравили друг друга? Пока нет. Пока еще отметить не успели. Запланировали. Будем надеяться, что удастся собраться как можно большей частью коллектива, потому что это тоже ребята, у кого это работали. Многие выходные работают. Ну, буду надеяться, что хотя бы больше половины соберемся и все-таки отметим. Потому что за всю нашу, наверное, недолгую историю, хотя по сравнению с коллективом у нас 2-3 года существует, у нас в принципе в 2022 году будет 10 лет. Ну, это первый маленький успех. Ну, почему? Достаточно большего 10 лет. Первый успех за 10 лет, скажем так. Ну, это хорошо. Это да. Но эти результаты были, мягко говоря, не радости. Ну, смотри, у меня такой вопрос. Вот это было разделение. Сначала группа А, группа Б, потом золотая и серебряная группа. Вот что лучше, как бы ты выбрал, чтобы попасть в золотую группу и быть в середине или попасть в серебряную, но стать первым? Особенно что вы сделали? Да, сложно сказать. Ну, в золотой был бы более, наверное, интереснее все-таки свои силы испытать с более сильными командами. Они, возможно, не были там вверху, но попали в середину. Ну, с другой стороны, сложно сравнивать все-таки. Вот. Немножко нам не хватило по итогам вот разделения там до, не знаю ли, получается там 13-е место. То есть, вроде как в первую половину попадали, но из-за того, что команды снялись, поэтому оказались во второй. И при этом с мифом равное количество очков было. Тринадцатого были, тринадцатый, да. Тринадцатый, да. И где-то чуть-чуть не хватило. В итоге оказались там, где оказались. Ну, поэтому исходили из этого и постарались по максимуму провести последний отрезок. Ну, судя по тому, как команда шла, адреналином назвать нельзя. Да? Все-таки спокойно вот так, уверенно прошли. Ну, да. Даже вот несмотря на то, что результаты такие были, ну, где-то разгромные там, да. Но все равно так все гладко не было. То есть, были матчи, где вытаскивали буквально на жилах. Как вот с командой Крылья выиграли 4-3 буквально там на последней минуте. Угу. Ничейный счет был. Причем три раза отыгрывались. проиграли в эссайду дублю. Ну, это в сентябре еще. Аж в сентябре. Да. Ну, с партизаном была очень сложная игра. Вот. И даже несмотря на это, вот у форума выиграли крупно. При этом 0-1 проигрывали. Поначалу тоже что-то немножко подрастерялись. Ну, потом собрались и нарастили. И довели до победы. И, кстати, вот последний тур. Несмотря на то, что уже счет крупный. После первого тайма 1-1. Тоже как-то, видимо, последняя игра. Согласывалось, ребята немножко нервничали. Ну, второй тайм собрались. И довели до победы. Может быть, Сокол промотивировал вашего соперника. И как вообще вот ощущения, когда тебя на протяжении всей этой серебряной группы преследуют Сокол, не отпуская. Идя вот с теми же очками. Как вот, что чувствуешь в этом? Вот я, честно говоря, никогда не попадал в такую ситуацию. Честно говоря, поначалу на это вообще не обращали внимания. Поскольку там в начале был Рубикон. Были выше. То есть, была задача их постараться догнать. Потом ребята снялись. И так мы, как говорится, воля судеб оказались в лидирующей группе, благодаря еще осечкам Тироса. Вот. И потом так и шли вровень. Шли от игры к игре. В принципе, не смотрели на то, что догоняют ребята. Причем ребята наши как дружественные. Я просто подумал, ты про Тирос сказал. К нам приходил гость из команды Тирос. И после этого как раз сейчас валит на нас, что к нам пришел в передачу. И после этого они... Ну, адреналин это не грозит уже чемпионам. Да. И я сразу подумал о том, что все, сейчас можно спокойно выдохнуть и вы уже чемпионы. Очки никто не отберет. Хотя у вас 56, собственно, очков-то. У вас Сокол. Да. А так нашли вровень. И вочная у нас ничья. То есть вот благодаря только разнице мячей. Да, да, да. Ничья в первом круге еще, да? Еще до Серебряной группы. Да, в первом круге. В первом круге ничья. Плюс мы вместе с ребятами Сокол в ВПЛ в свое время играли. В одной команде. Поэтому все так тесно. И если бы давали два комплекта золотых, чтобы ребятам тоже достался. Не, ну Макс отдельно делает, может сделать золотой комплект. Скопирует это. Скопирует, да. Кстати, Сокол совсем недавно, в прошлом году мы топили, помнишь, в Еврокубках же, когда команда играла. В Капотню они ездили. В Капотню, да. Страшные эти выезда, да. Мы переживали за ребят, да. В этом году вот второе место, 56 очков. Наверное, Сокол, наверное, раздосадован. Вроде смотришь, 56 очков. Все равно приятно, да, наверное, смотреть? Всегда приятно быть чуть-чуть выше, конечно. Всегда приятно. Но и ребят тоже рад, что мы рядышком и наверху. Жалко, что это не в золотой группе произошло. Мы сейчас, кстати, прямо в эфире подкидываем идею нашим организаторам, руководителям делать золотой матч не только для премьер-лиги, а для всех дивизионов. Да, Макс, спасибо. Нет, ну у Барса-то больше очков оказалось. Не, ну оказалось. А так 82. Я думал, ну по 82. И неизвестно там, зачем это нужно. А в первой лиге золотой матч был? Нет, нет. Потому что у нас как раз только в премьер-лиге. Да, у нас пока что по регламенту. Но мне кажется, для этой Риги надо вводить такие матчи. Сокол, кстати, мы в передачах особо не говорили как-то. Сокол где-то вот все время смотрел вам где-то, дышал спину, так скажем. Да? Что легче? Все-таки идти первым, когда давление или догонять, да? Когда на тебя вроде ничто не давит? Как вот? Я даже не знаю. Ни с чем сравнивать, что называется. Ну как вы себя чувствовали на дистанции? Чувствовали нормально, шли от игры к игре, собирались, старались собраться на каждую игру, настроиться, выиграли, пошли дальше. И вот так и шли. Не думали, что каждый раз какие-то расклады, кто догоняет, надо там еще. То есть лишние накрутки, они тоже ни к чему. Ну согласен, да. Макс, мы, по-моему, с тобой говорили, да, и ставились фаворитом Тирос, насколько я помню. Да, потому что Тирос, он же лидировал, да, какое-то время, и там были у них проблемы с составом, да, и даже гость у нас в студии говорил, что полевые игроки даже частенько в воротах играли, да, и для этого были осечки, и Тирос в итоге свалился и оказался третьим местом. Ну, это возможно еще и в первом круге были потери. Ну, да, мы, честно говоря, думали, что Тирос там, потому что ребята со спортшколы там есть, да, вот, знакомились с историей команды из Проднестровья, там, да, вот есть футболисты, как бы, да. Ну, это большая похвала вам и Соколу, что опередили такую крепкую команду. Но, опять же, у них, конечно, свои были там кадровые проблемы. Не без того. Ну, вот, кстати говоря, и Тиросу, и вам, ну, только в предположенных случаях, помогли крылья. Вы обыграли их очень достаточно сложно. Тирос проиграл как раз с крыльем тоже там в один мяч, вот. Хотя крылья даже не попали в тройку призеров. А я вот смотрю, со всеми лидерами они играют очень хорошо. Да, команда опытная, боевая, вот, и играют. Вот, это, кстати, единственная игра, на которой я не был в втором круге, потому что она случилась в мой день рождения, и пришлось все-таки побыть дома с семьей, потому что… Ну, видишь, галстук-то не подарили, да? Победу. Победу. Победу подарили, да, еще когда я узнал, как была достигнута, то есть буквально в зубах, но прием от этого так еще как-то весомень оказался. Крылья, кстати, надо отметить, что команда-то вдвойне опытная, потому что там ребята из крыльев, которые еще в первой лиге играли, да, вот, такая крепкая была команда, они, кстати, почему крылья, потому что хоккей очень любят, и хоккеисты, многие из них просто хоккеисты еще и в футбол играют. И плюс к ним присоединились ребята из старого Бородино, не из того, которое сейчас в золотой группе там гремело, а то еще тоже Бородино, которое еще в вышке было в первой лиге, да, помнишь, да, Миша, эти всех ребят, Соловьев, там, да, вот эти вот все, Троицкий, Филипп, да, и вот этот вот сплав, они, да, на самом деле могут дать бой любому коллективу хорошему. Они давали, по сути, мне кажется, ну, такой весовый вклад в распределение мест. И один из руководителей – легенда западного МФЛ Алексей Агафонов, да, присутствует на всех матчах этой команды. Ну, давайте посмотрим на турнирную таблицу. Адреналин – первый 56, Сокол – второй 56 набранных очков, Тирос – третий 50, Макарена Д, ну, мы сегодня как-то повелось, что дубли особо не обсуждаем, потому что дубли не выходят, не поднимаются выше, да, плюс Макарена не попала в призы, поэтому, наверное, чуть так… Чуть меньше, да. Да, мы о Макарене поговорили во втором, о золоте, наверное, все-таки больше. Вот, Айф – Сан-Сити – Радзоре. Вот, интересно, даже эти команды выше крыльев идут. Вот Радзоре хотел бы начать, это команда, которая… Ну, команда Богдана Петуша, согласны? Одного человека? Согласен, да, согласен, тут спора нет. Ну, я бы не сказал все-таки, что команда одного человека, он играет, конечно, ключевую роль, тут все это знают, вот. Ну, ребята старались, как говорится, быть им подстать, и сама команда сильная коллективом. Вот, то есть, Богдан да, ключевый игрок там, вот. Ну, ребята собраны тоже не… Неплохие. Ни слабые, неплохие, да. Команды очень хорошие. Вот. Кстати, в первом круге, когда у нас игра была, мы выиграли так же, буквально чуть ли не на последних минутах, забили решающий гол, да. По-моему, 3-2, кажется, мы выиграли. То есть, и на зубах, да. Ну, вот так, я смотрю, есть достаточно много матчей, где вы тоже выигрываете на зубах, вот, крылья. Тот же, у вас, если вы прыгали на 3-4, но все равно такая вот в один тоже… Партизан еще отметил, да. Выиграли 3-1, но игра была очень-очень простая. Вот. Поначалу у нас, я помню, хорошо прижали. Ну, удалось два гола на контрактник забить, и потом пропустили, и вот так до последнего. Третий забили. Ну, до последней минуты борьба шла на каждом участке. Я, честно говоря, думал, что они будут и выше, потому что команда очень хорошая. Может, что-то не сложилось со сбором. Классно. Команда первого места забивает голы 10-й команде на контратаках. Это говорит ли это о том, что адреналин играет в контратакующий футбол? Я бы не сказал. Просто вот, ну, в данной ситуации так сложилось. Потому что ребята-то начали активно, а мы немножко так как-то вроде-вроде и настраивались. Так они нас подпоряжали. И удалось так отстоять, не пропустить. Хотя так плохо пули свистели поначалу. Прилично. Да. И, благо, 2-0 потом повели. И уже как-то поспокойнее стало. Уже поувернее разбежались. Ну, и команда, повторюсь, хорошая. И могла быть выше. Ну, в принципе, все команды, мне кажется, в серебряном дивизионе плюс-минус ровные. Ну, первая десятка, мне кажется. Это точно тот же. Sun City, IVE, да? Которые близко-близко. Да. Команды все крепкие. Никто просто очки отдавать не будет. Ну, возможно, новые коллективы, которые внизу оказались. Робунга и Адастра, да? Которые… Ну, новенькие, да. Ноженькие, да. Может быть, где-то не сыгранные ребята. То есть, мы их мало знали. Поэтому, может, они были чуть полегче. Вот. А в целом, в основном, конечно, все команды крепкие. Вот. Ну, о чем говорить, если, например, чемпионов обыгрывают Westside. Вот. Westside-думбль. Кстати, знаешь, что вспомнил? Единственное поражение чемпиона прошлого года – «Импульса». Да. От кого помнишь? От дубля Westside. Да ладно. Да. Я сейчас вспомнил. Во втором дивизионе? Да. К нам приходил… Нет. В третьем, наверное, дивизионе. В третьем, потому что ранее прошли 10 прожили. В третьем дивизионе «Импульс»… Да. Второй дивизион «Импульс» выиграл вообще все матчи. А в третьем дивизионе они проголели только одну игру. И я запомнил, что Кодин жаловался на автобус дубля Westside. Помнишь? С вами тоже автобус был? Нет. Автобус… Я без того, чтобы был автобус. Мы… После… Я помню, что после первого тайма был 3-3. А! Вот я как раз приехал. Приехал как раз ко второму тайму на эту игру. Хорошо. Вот. Был 3-3. Да. Получилось, что плохо, потому что проиграют. А-а-а. Вот. Атаковали много. Моментов было много. Ребята, да, возможно, отыграли на контратаках. Убегали. В итоге мы заработали первым пенальти, его не забили. Потом ребят заработали пенальти, его забили. И мы так отыграться не смогли. Хотя до последнего напирали-напирали, накатывали. Но отыграться не смогли. Вот и проиграли. Вот. Ребята заслужили победу. Молодцы. Жалко, что я, честно говоря, после этого рассчитывал, что они зацепятся, иначе там его сокол отберут. Вот. И у Тироса еще командный держатель был. Но потом их лихорадило как-то. Сухой проиграет, потом Рома играет. Опять Сухой проиграет. Возможно, тоже там. Может, со сбором были какие-то проблемы. Может быть, Рома в основу дубль держал. Не знаю. Ну, вот вообще, если смотреть турнирную таблицу, середина достаточно плотная у нас тоже получается. Все рядышком. Вот, например, один из последних результатов. Это, ну, крылья обыгрывают. Лесной. 7-1. Хотя тоже. Лесной, вроде бы, не... Лесной, кстати, крылья тоже крылья. Да, но раз, пожалуйста. Последний тур 7-1. Скорее всего, не сбор. Возможно, на последний тур, может, уже ребята не собрались. Вот, ВСА, опять же, возвращаясь к ВСА, обыгрывают Родзори 4-3. Да? Хотя... Родзори до этого шли, по-моему, чуть ли там не с десятками матчей, по-моему, без поражений. Да. Наносили там всем. Ну, там Роман Зверев просто успевает и первой командой заниматься, и дублю помогает. Да. И получается, что... Через 7-2, потому что уже хватает силы. В начале сезона мы, кстати, отмечали такой клуб, как Можайский, например, который шел вверху второго, по-моему, Б-группы. Вот. Но потом вот как-то скатился. И в последнем туре поражение от Айфа 2-5. Хотя вот Можайка-то там достаточно... Неплохие, хорошие футболи с кожей, особенно там ребята вообще очень сильные. Максу Ли. Как ты любишь. Как ты любишь. Да. Камерунские все. Малийские. Малийские. Малийские, да. Малийские. Малийские, да. Сейчас модно к Максу обратиться. Особенно в группе атаки, да. И он их находит. Вот Можайские, кстати, да. Да. Честно говоря, были опасения перед матчем с ними. То есть я узнал, что это крепкая команда. Они даже когда шли где-то в середине, то есть и в этом, может быть, сезоне там в предыдущем, то есть они где-то шли в середине во вторую половину. Но при этом все время давали бой и периодически обыгрывали лидеров. То есть команда, как говорится, опытная. Уже не один сезон играет стражей. Вот. И просто благо так получилось, ну благо для нас, а для ребят, к сожалению. Первый тайм они начали в шестером. Потом постепенно там один игрок подъехал, второй. Но в итоге вот мы выиграли с крупным счетом. Мы успели, что называется, набросать, пока было преимущество. Ну да. А кто вспомнил потом, да, счет? Вот. Но осенние были. И когда ребята в полном составе меньше начали играть, ну это уже было, наверное, с середины второго тайма. Но там уже очень сложно было. Ну да. Вот еще один матч «Партизан-Флагман», например. 5-3 «Партизан» обыгрывает «Флагман». Ну вот «Флагман» испытывал колоссальные проблемы с составом и так далее. Но при этом стал выше форума, который форумы, если помнишь, Макс, в начале сезона очень радовались за Колю Ворова, который стартовал очень хорошо. И мы даже думали о том, что будет одним из фаворитов серебряной группы. Да. Но как-то вот «Коль» на команду как-то скатилась. А «Флагман» даже стал выше форума. Для меня это, например, достаточно удивительно. Хотя проблем у «Флагмана» действительно там хватало. Опять заново строится. Может, у форума только на проблем состав может посетить. Потому что форум мы знаем давно эту команду тоже. И, кстати, до недавнего времени мы у них никак не могли выиграть. То есть либо играли в ничью, либо проигрывали на протяжении в мочи пяти точно. И это вот первая победа. И такая крупная, достаточно крупная победа у вас получилась. Команда, которая одна из самых старых. И если Макс Нантошполь, по-моему, победитель премьер-лиги, Олимпик, нет? Выиграл, нет? Двукратно. Чемпион. Чемпион. Первый сезон 95-96 и следующий сезон 96. Да, да. Олимпик выиграл дважды вышку Запада. Но вот этот сезон не удался. Сейчас внизу турнирные таблицы они находятся. Ну, Вася, я спрашивал как-то, почему так. Потому что буквально все, не в прошлом, а в позапрошлом сезон, мы были с ними в одной группе, в третьем юзе. Они вышли во второй, причем так уверенно шли и играли хорошо. Но потом, видимо, опять что-то случилось с составом. И получается там вылетели. И сейчас тоже, вам говорят, проблемы все-таки с составом. Молодые появляются, но пока тяжело притирается. Но мы так собираемся в свое удовольствие. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Дим, ну вот что может быть удивляет тебя, может быть что-то или все закономерно? Может быть что-то отметил, кто бы мог быть выше или все на самом деле. Ну, я думаю, что дубль кигли ему быть выше. Ну, там видимо тоже, может быть, ребята поддержки от основы не получают и может быть тоже. А партизан опять повторюсь, про который уже сказал. Ну, и конечно Виктория, которая снялась по ходу, это такой самый парадокс. Потому что команда, если она собирается и все это говорят, обсуждали мы и в первом круге, и в том чемпионате, когда с другими ребятами общаешься с командой. Когда собираются, любого могут обыграть и игра поставлена в пас. Футбольная школа Кунцева, Роман Ушаков, там воспитанники школы Степана. Степана, я прошу прощения, много имен. Заглядем. А вот постоянно у них проблемы со сбором. Как-то, то ли, может, ребят со стороны им неоткуда силы почерпнуть. Но вот за них прям даже обидно как-то, потому что очень хорошая команда, которая должна быть по своему потенциалу. Ну да, да, да. Викторий же и в первом дивизионе играл. Так получилось, что в Семером тоже. Ну вот это, да, ключевая проблема была, что играть в Семером. Давайте посмотрим на бомбардиры. Здесь Богдан Петыша. Конкуренциям, наверное. Ну да, 35 забитых мячей, хотя Богдан выходил в Успенскую, премьер-лигу. Не получилось. Но, сами понимаете, здесь первый памятник на деревне, что называется, да? Сейчас Макарами ушел. Кто? Он. Самый, да. Серьезно? Мы пока аппаратуру настраивали, трансфер состоялся, да. Ничего себе. Разве людям было это что-то раньше, но да. Интересно, интересно. Тарас Тарасов как раз, который догонял Богдана. Макарана Д-2 забитых мячей. Александр Фокин Айв 19. Данила Смагин Радзори 17. Александр Нигерняк Можайский 13. Забитых мячей. Ну, это я напомню, что по результатам серебряной группы. По ассистентам. Владимир Паешин Радзори 21. Радзори вроде бы там шестые. Посмотри, в бомбардирах лучшие в ассистентах лучше. Я помню, что там такие действительно были счета. Двухозначные, помню. 10, 12, 14. Они забивали. Там было и форму. Форму чуть ли не 17. По-моему. Они больше всех 153 мяча. Такого я не видел. Смотрите. Смотрите дальше. Айв Кирилл Пеленицын 15 забитых мячей. И дальше все Радзори. Офигеть вообще. Смагин, Гусенков, Петер 14-13 мячей соответственно. Вообще. Да. Вот я редко такое вижу, чтобы из пятерки лучших 4 одной команды. Гол плюс пас. Петыш, ну понятно, 48. Тарас Тарас 32. Паешин 32. Смагин опять Радзори 31. Фокин Айв 29. Вот мы давай отметим здесь 6-го. Олег Смирнов. Давай отметим вашего. Гол плюс пас. 24 забит. Гол плюс пас. По стокистике Снайпер. И вратари мы отмечали в золоте. Давай отметим в серебряной группе. Кто провел 10-20 матчей. Это Владимир Молчанов Айв. Алексей Виноградов Партизан. И Балтика Дэй Денис Семериков. Это матч с коэффициентом 1-2-2-2-4-4-4-67. Мы отметили, но самое интересное, что почему нет чемпиона? Получается у вас командные действия исключительно? Получается командные, да. Есть, конечно, ключевые игроки группы Атаки. Про Олега Смирнова упомянули. Он нам очень помог во втором круге. И он, кстати, в бомбардировках 6-й. Вот везде ему в пятерочку не хватило попасть. Он нам перешел и заменил. Один из игроков бывший Ривьера. Вы даже отмечали в каком-то эфире, что у нас есть игроки. Их немало. Роман Грачев, Руслан Грачев, Александр Есиков, Дмитрий Киося, Михаил Садогурский, Олег Смирнов. Тут целая команда набирается. Расскажи, как произошло это объединение. За счет чего вы смогли объединиться с Ривьерой? И так усилив? Объединение было еще раньше. Ну, начнем с того, что Ривьера – это для нас… Дура, знаешь, эта команда тоже, да? Потому что еще… С одного района? С одного района. С какого? Ну, Аминьево, Кунцево. Откуда наш команда зародился. И, соответственно, Миша Ривьеру собирал. И у нас еще со школьных времен, скажем так, было такое соперничество. То есть там школьный турнир. У них была 97-я школа, у нас 79-я. То есть там были какие-то турниры литеранские. Да, да. То есть и на каких-то районах, турнирах мы так тоже соперничество. Они все время, конечно, были, естественно, помощнее и повыше. Они раньше начали играть в ЛФЛ. Вот. И потом мы заявились. В один сезон Миша нам привлекли, что он нас немножко так организовал, как старший товарищ, да, как тренер. Вот. И, кстати, результаты пошли в гору. Ну, у него, к сожалению, там потом стало меньше времени. И мы тоже так подпустились. Вот. А в дальнейшем мы все время тесно общались. И в 11 сезонов решили объединить как бы усилия. мы стали, ну, переименовались на сезон, как ревьеры дубля мы были. Вот. Значит, помогали нам ребята периодически из-за основы на низких играх. Ну, и также как бы вот Миша тоже помогал в части организации там игры, вот, руководства. И потом так получилось, что они, ну, стали трудностью все-таки с составом испытывать. Потому что, ну, ребята уже много лет играют вместе. Хотя, извини, один перебью. Ревьера – это была постоянная часть первого дивизиона. Всегда они шли там где-то… Кусачья команда. Особенно началась. Да, да. Ну, часть пятер, понятно, потом опускалась где-то в середину, там, десятый. Ну, где-то вверху всегда вот прям вот… И Миша что-то недосатку головой с Аутов забивал. Да, 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 да. И вот ассоциация вот с полосатой формой, по-моему, у них красная синяя. Красная синяя. Красная синяя была такая, полосатая. А-ля Crystal Palace. Очень, да, хорошо играли. И все время этот… Шевроле желтый такой приезжал. Он и сейчас приезжает. Да, он и сейчас приезжает. Тоже такая особенность. Я всегда приходил на сцену, потому что Ревьера всегда играла в 10. Это вообще было всегда стандартно. В 10 вот эта машина, она просто яркая, она выделяется. Я всегда понимал, что, значит, играет Ревьера сейчас. Чья машина, кстати? Ну, сейчас можно понять, что играет Адреналина. А, сейчас это… Шевроле желтый, да? Чья, чья, чья? Камара, да, по-моему? Камара, да. С Сашки есть. Угу. Он должен прямо подъезжать прямо вот тогда, прямо вот к самому стадиону, чтобы все видели, что Ревьера играет. Не у юности ставить? А поближе. Вряд ли. С Сашкой он достаточно скромный человек. Ну, может, так получилось. Но машина стала символической. Заметно. Да. Вот. И просто, ну, видимо, тоже много лет играли, постепенно семьи, времени у кого-то стало меньше. И просто стало трудно собираться, но Миша решил, видимо, это прекратить. так как мы общались тесно, мы, естественно, рады были к себе принять в команду, потому что, ну, кто откажется от всех игроков, конечно, не будет. И, конечно, вот в нынешнем результате очень большая дослуга ребят. Ревьера. То есть, братья Романа с Русланом Грачевым, Олег Смирнов, Ниша, Женя Прохоров, все, кто к нам присоединились, внесли очень большой вклад. Ну, скажу так, что без их участия и вклада этого результата не было. Я представляю, у вас вообще три руководителя, да, есть какой-то тренер, там, и так далее. Ну, три представителя. Да, три представителя было как бы изначально, еще когда в первом сезоне заявлялись. У меня не было, был Женя, еще Родин. То есть, ребята Алексея, как раз Сергей и Женя, они создавали эту команду, вот, как многим коллективом ФЛ. На коробке она родилась, можно сказать, с друзей. И, ну, Женя, со временем, там, во времени мало было футбол. Вот. И, ну, Алексей Капитан, а мы, как вице-капитаны, с Сергеем стараемся его общаться делать. А тренер? Миша? Да. Миша, да. Миша, он у нас, ну, можно назвать и тренер, как организатор игры, тактики. Состав тоже он? Определение. Да. То есть, мы в этом плане стараемся слушать. Последний вопрос. У меня такой, матч с Эльтероном, после первого там 1-1. Кто что говорит в перерыве? В перерыве, да, в принципе, старались, наверное, друг другу успокоить, что все нормально, просто нужно взять, выйти и сыграть свою игру. Вот этот нервяк, наверное, убрать. Ну, наверное, понимали, что последняя игра, постарались, где-то была спешка, хотели быстрее забить, чтобы как-то вот забить и уже, чтобы оно пошло. Ну, тут один забили, вроде бы оно пошло, но пропустили такой гол где-то, курьезный. Ну, потом во втором тайме собрались, забили, кстати, вот Олег как раз, наверное, решающий второй угол забил, и после этого так пошло дело. Макс, ну, тут какие могут быть вопросы, когда команда отгружает во втором тайме 8 мячей? Ну, Эдим, пожелай, даже не пожелай, скажи что-то своей, может быть, команде, все-таки ты представляешь команду, которая выиграла золотые медали. Что можно пожелать? Хочется пожелать ребятам, во-первых, в первую очередь, здоровья, вот, чтобы травмы обходили стороной, и наш коллектив, и, конечно, все коллективы остальные тоже обязательно, и вообще все, и ОФЛ, потому что все-таки здоровья, его не купишь. И чтобы ребята в дальнейшем был стимул к еще более высоким результатам, никогда не расслаблялись, всегда бились на поле, но они так бьются. Это был Дима Яковенко, футбольный клуб «Адреналин», победитель второй дивизиона «Серебряная группа». Дим, еще раз поздравляем тебя и твою команду. Поздравление с золотыми медалями. Ну, это была передача «В натуре», ее ведущий Михаил Меркулов, Максим Киселев, Вадим Яковенко «Адреналин», Роман Карманов, наши постоянные эксперты, сегодня были в студии. Мы с вами прощаемся до весны, и говорим вам до свидания. Играйте в футбол. Пока-пока. Всего вам доброго.